Приветищи! Это Lightyear Frontier и мы продолжаем. В прошлой серии мы побывали на инопланетной базе и получили шикарнейший подарок. Теперь мы умеем ходить по воде. Это, во-первых, это самая важная новость. Во-вторых, мы получили новые семена. Их нужно будет сейчас посадить. Одно из семян очень крутое. Это кувшинка. Я посажу, наверное, ее где-то... Пускай она будет тут. Почему бы и нет. Вот. Мы ее сейчас польем. Из нее мы потом сможем набирать воду. Это очень круто. Также камни-кабачок, или как он правильно называется? Кабач-камень. Вот что мы еще нашли. Они тоже садятся просто сюда, не в грядку. Прям тут их и размещаем. И вот эта вот грядочка у меня засажена медовлянкой. Мы ее тоже добыли в прошлый раз. А сейчас мы идем апгрейдживать нашего робота. Ух ты. Я тут не все засадил. Ничего себе. И, с одной стороны, это даже хорошо, потому что... О, вот у меня еще грядка не засажена. Ух ты, нифига себе. Значит, сюда я хромейз засаживаю, то есть кукурузу. А сюда мы посадим световик. Я про него совсем забыл. Вот так вот он выглядит. И он нам обязательно нужен. Четыре штучки вот так вот ссадим. Ох ты, нифига себе, подожди. Смотри, как он в темноте светится. Обалдеть. Классно. Топаем апгрейдживать нашего робота. Нам нужна шипастая пила третьего уровня. Все. Она у нас есть. И теперь мы можем добывать радужный ресурс. Я забыл, как он называется нафиг. Ну и сейчас мы его добудем, мы выясним. Хотя... Нет, подожди, подожди. Надо торгаша дождаться. Там, короче, новые товары появились. Ты представляешь? А я-то думал, я уже все скупил. А вот и торгашка. Лолочка. Покажи нам новые товарчики. Значит так. Смотри, что тут она нам привезла. Детали для робота новые. Рыцарские какие-то там крутые. И вот. FM04. Меха двигатель для робота. Новая новиночка. Также ноги берем этой разработки. Руки покупаем. Все остальное нам не нужно. По чертежам. Арочка, которую я давненько хотел. Такая арочка. Беседка появилась. Круто. Беседку я бы построил на самом-то деле. Покажите мне ее. Вот она. Желтая линза для нее нужна. Ну ладно. Барбекю тоже вот надо будет потом запилить. Все. Бежим добывать новую руду. А вот и радужная руда. Как она называется? Практолит. О, оно что. Наконец-то мы ее добили. Новая ссор. Поместье. Солнечный дегидрадор. Что за название такое? Что это делает вообще? Что это производит? Да, я посмотрю. Значит, где он у нас? Вот он. Высушивает растение с помощью солнца, скорее всего. Да, да, солнца. Дальше. Поместье у нас еще больше. Дом. Куда еще-то больше. Большой дом для экзофермера. Я даже боюсь представить, какой баф он нам может дать, этот дом. Поэтому чисто из любопытства я его, пожалуй, построю. Хотя такой здоровенный мне нафиг не сдался. На одного поместится. Ты представляешь, сколько это? Там потеряться можно в этом доме. Дошел я до этого места на пляже, куда хотел дико проникнуть. И вот это время настало. Врубаем свои ножички. Я там вижу наверху что-то ценное, по всей видимости, для меня. А, это световик, в принципе. Ой! Вот надо же было так перевернуться. Сальтуху замутил. Нормально такое. С воды. Но, блин, нет. Только не падает, только не в воду. Вылазим, 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 вылазим. Так. Мой робот, кажется, утопился. А где мы? А-а-а! Как мне туда-то попасть? Через воду. Вы что, с ума сошли? Я так не могу. Интересно, я смогу? Вот тут вот как-нибудь, как-нибудь. Нет, это слишком низко. Придется падать за роботом. Вот это я в ловушечку попал. А на кой черт туда световик прятать? Вот есть. Скажите мне, пожалуйста, разработчики. Зачем он тут? Два штучек. Я уже нашел свет... А, тут еще сокровища, смотри-ка, вон. Вот это вот окаменелая рыба, надо забрать. Еще. Ножи. Вот. Забрали. И сразу же перегруз. И что мне теперь делать? Черт подери. Надо что-то выкинуть. Ладно, токсичную коробочку вот. Выкинуть. Четыре штуки. Они мне сейчас не нужны. Вот так вот. А световик идет со мной. Че, я зря сюда перся? Не закаменелась же рыба, правильно? Я думал, тут что-то будет поинтереснее. А тут фигня какая-то. Ну ладно. По крайней мере, тайну этого места мы раскрыли. Ух ты, а это че за руда? Почему я ее в прошлый раз не собрал? Потому что шипастую пилу я, по-моему, не прокачал, правильно? А теперь вот новое сооружение, кладовой навес и трофей экзофермера. Решил построить еще один шкаф. А то место очень быстро кончается. И я кое-чего заметил. Смотри, короче, вот кладовой навес. Под ним можно хранить много ресурсов. И что-то, походу, пора нам эту кладовку построить. Значит, нужно желтое стекло. Из чего оно вообще делается, желтое стекло? А, так желтое стекло, мы же подобрали желтый, вот этот вот, желтый кристалл, нужно его измельчить. Для этого нам нужно сюда. Так, мельчим. Не забываем забежать к ловочке. По скидочке что-нибудь привезла. Пару рук рыцаря. Неинтересно это все. Ладно, так уж и быть денег все равно. Можно жопкой сживать, так что скупаем все. По чертежам, по чертежам пока ничего. Пойду переоденусь. По такому поводу. Обновочки же все-таки приобрели. Мех готов к апгрейду. Смотри, какая тут пластинка. Это двигатель. Что это вообще за двигатель? Такой плоский. Тем не менее, он имеется. Да что такое-то? Во! Похоже на трансформера какого-то. Ладно, цепляем лабаж. Я, конечно, такие не приветствую. Да елки-палки. А! Сам туплю, еще что-то ругаюсь. Вот. Да, такие лабаши я не очень приветствую. Ну, ладно. Рука, значит, тоже ФМовская. И вот заказал еще ноги. Разукрашены уже какие-то защиты. От какого-то защитника. Вот такие вот. Правая рука. Ну, то есть, видишь, да, правая рука от защитника. А левая она обычная. Без всяких украшательств и разукрасок. Ну, собственно, вот теперь как выглядит наш мех. Довольно грозно. Такие грубые формы. Квадратные. Пойдем собирать вот эту штуку. Желтую. И теперь благодаря ее... Господи, какое ужасное лобовое стекло. Не нравятся мне сбоку эти металлические контуры. Ну, и сейчас это не важно. Нам нужно желтое стекло. Одна штука. Правильно же? Правильно. Также у нас есть еще солнечный дегидратор. Почему он называется так? Дегидратор. Как будто дегенерат, блин. Желтенькое стеклышко сейчас готовится. Отлично. Но мне сейчас нужно вот этот брусок получить. Создаем его. Стеклышко имеется. И, по идее, мы можем делать кладовку. Куда ж мы тебя поставим? Ну, наверное, здесь. А, ее прям тут надо разместить? Зря я, похоже, вот этот шкафчик тут поставил. Надо все это забрать. Разобрать. И вот вместо этого шкафчика здесь кладовую поставить. Почему я строю кладовку здесь? Чтобы с кладовки все ресурсы подтягивались по моим станкам. Так что кладовка обязательно должна быть в амбаре. Ее вместимость 750 килограмм всякой всячины. Теперь эту всякую всячину запихиваем сюда. Ну, все. Быстрее бежим спать. От елки. Ну, и ладно. Робот спит, и я тоже спать. День сороковой. Так, значит, клумбочки я же хотел тут посадить. Посмотрим, что у нас тут есть. Вот это красивое. Да, в принципе, тут все красивое. Но вот лужайку я бы сделал у дома вот такую. Почему я вылез? Оу, да. Вот это красота. Офигенно. А с другой стороны я бы поставил вот такого что-нибудь. Ну вот. Надо с высоты посмотреть. Кривовато вот эту клумбу сделал. Очень криво. Ну, тут свинья мешала как бы. Может, свинью тогда убрать и клумбу переделать. Да, пожалуй, так и сделаю. Вот таким вот образом. Ну, теперь мне нравится. Единственное, что мне не хватает, это деревья. И я их сейчас посажу. Вот такие вот декоративные здесь. О, красота. И вот еще бы неплохо сюда посадить одно. Обалденно. Где-нибудь тут вот я бы, наверное, клумбы бы посадил. Типа, выход сделал из клумб. Вот такой вот. Пойду посмотрю, что тут у меня. О, отлично. То, что нужно. Хочу сейчас прокачать режим пахоты своему роботу. И все ресурсы, в принципе, уже готовы. Остается еще немножко тут рамок железных наделать. Вот. И, в принципе, усо готово. Режим пахоты открыт. Как это все будет выглядеть? Значит, входим в режим. И вот здесь, вот напротив нашего апгрейд-центра, я сделаю небольшое такое поле. Опускаем нашу штуку. И поехали. Ух ты, елки-палки, как это все пашется прикольно. Мне нравится. Все, вот в длину амбара, наверное, мы делаем. Поднимаем. Переезжаем. Я вот тут вот хочу. Продолжить. Опускаем. Поехали. О, как классно выходит-то, елки-палки. Надо будет заборик тут еще сделать, и чума будет. Так, кажется, я это переборщил немного. Надо сменить режим. Вот это вот убрать. Опускаем. И делаем последние ряды, так сказать. Да блин, я не хотел туда направо уходить. Тараза. Сложно пахать землю. Вот тут хватит нам. Давай задам. Задам, задам, задам. О, чудненько. Поднимаем. Вот это вот надо теперь убрать. Все. Кажись, готово. Врубаем фонарь. И вот наша грядка. По-моему, чудно. Ну вот, значит, на эту грядочку мы сейчас все подряд засадим. Из последних ресурсов, которые я добыл, это световик, это медовлянка и шоковик. День сорок один. И наш урожай на грядочках поспел. Пойдем же его собирать. Значит, вот световик и медовлянка. Ой, блин, семена. Семена нету. Что за фигня? Воск. Вот что это такое, напоминающее тортик. Где они летят? Эти токсичные штуки. Значит, мы теперь умеем делать воск. А благодаря нему можем делать светильники. Нормальные, хорошие светильники. Это шикарнейшая новость. Странно, что световик еще не поспел. Очень странно. Видимо, ему больше времени нужно. Ох ты, елки, а тут то что у нас произошло? Это с какого перепула такого? У нас тут сорнячки и поросли. Не уследил, не уследил я. Хотя только вчера спахал это все дело. И, наконец, построить вот эту деградивную штуку. Для высушивания овощей. Фишка в том, что она работает от солнца, но я ее поставлю в амбаре. Куда солнце не будет попадать. Так что вот она у меня будет тут стоять. А, мы при помощи него воск будем получать. Ты посмотри, я смогу делать маленькие лампы, свечи и вакуумный сборщик второго уровня. Отлично. Давай попробуем произвести вот этот воск. Воск у нас изготовлен. И, наконец-то, световик. Новый рецепт лампочки, масло световика и семена световика. Смотрим по карте. Да, получается, я все, что можно было найти на лугах, нашел. Теперь остается нам ехать вот сюда и разузнать, что же там. Только вот мы сейчас масло светка сделаем и воск заберем. Теперь выходит, что я могу поставить тут свечечку вот здесь вот прямо. Вот так вот. Ой, какая грозота. Ну, вот одна единственная свечка у меня тут будет. Потом сделаю маленькую лампу. И, в конце концов, когда масло световика будет у нас, смогу лампочку вкрутить в потолок амбара. Ну, а мы направляемся вот сюда. Погнали! Вот он, этот островок. В принципе, он не так и далеко. Но нужно тактично как-то по островкам переправляться, потому что мощности моего реактора может не хватить. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Понеслась! А, тут как бы еще можно сухопутно пройти. Окей. Нет проблем. Что, мне дальше куда? Вон туда, наверное. Погнали! Урубай турбину! Почти! Фух, чуть не затонули, нафиг. Очкова же! Робота просрать посреди океана. О, какие пальмочки тут интересные. А что это за дерево такое? Крыло лиственница. А, это мягкое дерево. О, тут даже ягоды есть какие-то. Ну-ка, попробуем собрать. Что это? Сушеное сияблоко. О, ничисы. Эти сияблоки, кстати, на доске задач требовались. О, побег сияблоко. Древесина сияблоко. Новое сооружение, улучшенная плавильная печь. Светящаяся арка. Ну, нифига себе. Сколько всего нового я открыл. А это что такое? Вы кто? Что это за существа? Тюлевая зорька. Тебя можно покормить. О, какие-то здания. Ну, чего себе там сооружение. Я уверен, что нам туда. А это что такое? Это можно собрать? Ух ты, семечко спиралины. Что мы тут можем собрать? Значит, спиралину я собрал, если яблоко собрал. Два ресурса, которые нам сейчас недоступны. Нужно вырастить, и тогда они будут открыты для нас. А вот, собственно, и прибежали мы к затопленному бункеру, наверное. А, нет, это не бункер. Тут нужно артефакты собирать. Ясненько. Блин, последний камень затолкали. Да в смысле запущен аварийный алгоритм? Где моя эта фигня-то? О! Наконец-то насобирал все эти штуки. Задолбался уже. Странный фонтан я открыл. И заодно черный цветок нашел. О какой. Увы и ах, в этих развалинах не оказалось ничего интересного, кроме артефактов. Идем исследовать остров дальше. Ого! Интересный такой проходик. Короче, на ту сторону никак не пробраться, кроме как через этот туннель. Вот мы сейчас это и попробуем сделать. Камень! Ой, ой, ой. Ой, я сейчас потонул. Я сейчас потонул, потонул, потонул. Потонул. Не так-то просто оказалось это. Попыточка номер два. Побежали. Оплываем. Об камень бьешься и тонешь. Это фиаско, братан. Может на камень задететь? О, так тут так и надо было. Смотри-ка. Секретная звездочка от нас спряталась. Плывем дальше. Я здесь. Кто от меня вскрывали? Таили, прятали. А, собственно, что-то и ничего. Я здесь не вижу. Какой чудесный водопад. Там даже вон проход есть. Ничего себе. Давай-ка забежим. Уверен, что тут где-то сокровище спрятали. Я ж думал, что случилось? А у нас всего-то навсего день 44-й начался. Туманный. Обычная пещера, короче. Наверху тут немножечко фрактальной руды спрятали. И как бы все получается. А, ну вот еще жертв. Осколок жеда. И вон там вот уголь вот. Но добывать я его не буду. Вот это заберу и все, пожалуй. Ну что я хочу сказать. Весь остров осмотрен. И никакого бункера я здесь не нашел. Выходит, что он где-то здесь. А как туда попасть, не ясно. Поскольку там огромная дверища заперта. Но я почему-то был уверен, чтобы ее открыть, нужно что-то найти на этом острове. Я, короче, не удержался и решил забежать еще сюда. Ну, по пути было. Откровенно говоря. Я подойду к этим дверям. Ну, это же даже не двери, по-моему. Хотя там он просматривается что-то, надо же. Вот так вот, если посмотреть, там вон что-то имеется. И, по-моему, там закрытая область. Слушай. Разработчики ее еще не доделали, что ли? Ну, так неинтересно. О, мой урожай поспел. Все это сейчас собираю. Сажу здесь световик в огромном количестве. Потом все яблоко. О, кувшинка открылась. Ну, наконец-то я так долго тебя ждал, кувшиночка. Ты моя. Можно водичку теперь здесь набирать. Поливать вот это вот все. Луночки сейчас зальем. Все равно будем садить чуть-чуть сюда. Вот так вот. И посмотрим, сколько мы с одной кувшинки можем набрать водички. Набираем. Я думаю, что один резервуар я себе заполню точно. Засаживаем, значит, новенькие растения. Ну, сейчас, на данный момент, я световик посадил. Дальше спиралевик. Вот тут он у нас будет расти. Потом. Си яблоко. Где оно? А, оно, наверное, знаешь, что? Поскольку это дерево... Да, вот оно, си яблоко. Ну, си яблоки, наверное, давай тогда у нас будут расти где-то здесь. За амбаром. Вот, пачечку их понасажу. На цветочной вот этой вот поляночке. Все, резервуар с водой практически пуст. Смотрим, сколько кувшинчик нам даст. Слушай, да я ошибся. Тут можно несколько раз дополна резервуар набрать. Это классная штука. Хорошо, что я их тут несколько посадил. Новенькие постройки. Давай посмотрим, что там открылось у нас. Улучшенная плавильня. Мы ее уже можем, в принципе, сделать. Если, конечно, нам хватит медных проводов. Нужно пять. О, да... Вообще на изи. В принципе, все готово. Энергетическое ядро есть. Можно ставить супер плавильню. Где мы ее разместим? Наверное, вот здесь вот. Ну-ка, 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 что мы там можем делать? Лампочка! Вот ты где спряталась. И эта плавильня делает сразу по два ресурса. Так, сушеное сияблоко. Наверное, в солнечном... Да, вот оно. Тогда засушим все это дело. Мне бы еще воск, конечно бы. Чуть-чуть воска дайте мне. Брусок фрактала обязательно. О, кстати, лампочки и тут делаются. Сделаем одну лампочку. Пусть будет так. Брусок фрактала на все. Ну и тут лампочек. Давай вот так вот. А, я всего две лампочки могу делать. Тогда стальной фрактал. И стальная... Стальная... Рама. Одна штука. Отлично. И у нас наступает следующий день. Сорок пятый. Лампочку подобрал. Рампочку подобрал. Рампочку подобрал. У нас апгрейд робота. Улучшаем объем инвентаря. Сейчас вместимость у нас 120. Посмотрим, сколько будет. Также мы прокачиваем вакуумный сборщик. И, конечно же, повышаем урон нашей шипастой пилы. А теперь смотрим нашу вместимость. 150 килограмм. А сейчас я хочу поставить фонари. Пакела вот эти разбираем. Они нам тут больше не нужны. Главное, грядочку не разобрать случайно. Ставим вот такой вот фонарик. Блин, как бы его грамотно разместить? Ну, пусть будет так. Один здесь, а другой вот тут хочу поставить. Ну-ка. Ночью посмотрим, как это все будет дело светит. Хотя зачем нам ночь ждать? Ну, что я тебе хочу сказать? Фонари светят ровно так же, как и факела. Так что разницы между ними нет никакого. А вот по цене разница огроменная. Ух ты, ты посмотри, как наши деревья с яблоками-то растут. Пойдем снова обгрыживать нашего меха. Итак, семечка мед. Всплеск. Объем резервуара воды. Был 120, сейчас посмотрим, насколько увеличился. Выходит, что осталось всего лишь навсего три апгрейда. Прицел семечка меда на 64 лунки. Очень прилично. Мощность реактивных ускорителей. Для них нужны пружины. Пружины у нас из спиралевика получится. Он еще у нас пока не позрел. И скорость бега также из спиралевик нужен. И все, наш мех полностью прокачан. По такому поводу я предлагаю построить поместье. О-хо-хо. Сейчас я посмотрю, насколько оно крутое. Есть у меня твердая древесина. Твердая древесина у нас завались просто. Поместье у нас не шишаш себе. Какого оно размера? В принципе, по ширине оно такое же, как и это. Может быть, мы и влезем. Значит, коттеджик. Прощай, ты нам служил верой и правдой. Короче, могу сделать вот такой дом, высокий. А могу сделать пониже. Конечно, мне лучше пониже. То есть, вот так. Строим все это. Уф! Новый эффект. Богатый урожай. Обалдеть. Вот это домина. Так я вылезу. Ну, нифига себе. Вот это домишко. С моим логотипом даже. Крутой. Ну и давай посмотрим бонус. Богатый урожай. Собранный урожай может принести вам дополнительные ресурсы. Это, конечно, зачетный бонус. И нам это сейчас на руку, поскольку на следующий день у нас созреет спиралевик. И мы получим двойной урожай. Давай проверим наш всплеск. Ох, ёлка, нифига себе, вот этот пузырик. Прям на всю грядку. Шикарно. А дальше вода закончилась у нас. Давай подсосем немножечко водички. У меня тут как раз еще вторая кувшинка появилась. Воды у нас теперь набирается сколько? Было 120, теперь 160. Мы же еще и резервуар прокачали. Это очень здорово. Значится так. Беру семена пшеницы и сейчас засажу их на нашей поляне. Но прежде, прежде мы прокачаем наш ствол. Чтобы мы могли посадить сразу в 64 лунки. Заряжаю пшеничку. Ох, как это классно-то, а. Все. 64 вышло. Ёлы-палы. Вот это машинган. Короче, походу у меня тут не только пшеница будет расти, а сборная солянка из всего, что есть. Остается только это все залить. Ух ты, ёлки, блин. Вот это всплеск. Вот это шарик. Вот тут всплеск подходит более чем для таких вот огромных полей. Так, я же хотел еще лампу сделать. Подожди, я ее попробую вот сюда поставить. С одной стороны свечка, с другой лампа. Вот. По освещению так же, как и от свечки. Может, чуть получше. А я иду спать в надежде, что завтра у меня наконец-то позреет спиралевик. Ну что, спиралевичок, ты позрел? О, да. Наконец-то. Реально красиво. Пойдем туда и увидим день. И светик, семи-светик тоже поспел. Ну, теперь надо смотреть, что там нужно для пружин. Вот они. Брусок фрактала и спираль из растения. Спираль, скорее всего, сушить нужно будет. Ну, да. Сушим. Ну, а масло и так мы знаем, как получить. Масло свечка и масло спиралевика нам, пожалуйста. В большом-большом количестве. О, я совсем забыл про деревья с яблоки. Красота. Они почти выросли, но еще не плодоносят. А вот и первые спиральки уже высушились. Первая пружинка готова. Новое сооружение. О, фонтан открыли. Ничего себе. Что там у нас нужно для фонтана? Всего лишь на всех камень. Пожалуй, пойду его построю. А то у меня ни одного фонтана здесь нету. Посередке поставить, что ли, будет красиво же. Вот так вот. Не совсем посередке. Чтобы проходить тут удобно было, тут будет фонтан. О, красотища какая. А второй я поставлю странный фонтан. Это инопланетный. Блин, я же еще хотел вот эту беседку поставить. Ёлки-палки. Так, ладно. Сперва с фонтанами разберемся. Странный фонтан будет у нас. Ну, пусть вот здесь вот стоит. Чисто ради интереса посмотреть, как он выглядит вообще. О, ну слушай, вот этот фонтанчик мне больше нравится, чем тот. Хотя, я даже не знаю. Напиши в комментариях, какой тебе больше нравится. Мне кажется, белый сюда больше подойдет. хотя и этот тоже неплохой. Значит, беседочку я поставлю вот здесь вот. Вот так вот она у меня будет стоять. И тут рядышком гриль поставлю. Гриль, гриль, гриль. Можно в беседку, в принципе, поставить, почему нет. Сейчас я вылезу с робота. Отличное место. Тут у меня уже что-то жарится. Красотень. Обалдень. Фруктики, помидорчики. Вкуснота. А что света там? А, нет, свет есть, но он какой-то тусклый. Ух ты, какая красота, как они ночью-то светятся. Тогда понятно, почему их древесина обладает таким эффектом. Собрал ресурсы для скорости бега номер два. Сейчас мы его прокачиваем. И тестируем. А потом идем в баньки. Ну-ка. Врубаем нитро. Ого! Вот это скорость! Вот это я понимаю. Я теперь буду добегать в два раза быстрее до всех точек, куда мне нужно. День 50. И похоже, что на этом дне мы и остановимся. Так как больше здесь нечего делать. Вот как раз у меня световик тут поспел. Мы сейчас из него масло сделаем и доделаем реактивный ускоритель второго уровня. И все получается. Поднимаемся на высоту. Ну, почти всю мельницу перелетаем. Не до конца. Чуть-чуть не хватает. А с апдейтом что у нас будет? Ооо! Все! Я полностью прокачан. Мой мех очень крут. Значит, встаем, взлетаем. Теперь мы перелетаем. Но я думал, будет помощнее. Ну, что хочу сказать. Игра пройдена настолько, насколько возможно. Все открыто, все прокачано, все посажено. Вся ферма, как ты видишь, готовенькая стоит и ждет продолжения и дополнительного контента. Сюжеты, к сожалению, нам пока что еще не довезли. Так что на этом все. Считай, что финал. Если тебе понравилось, то ставь лайк. Если не понравилось, то ничего не ставь. Просто подписывайся на канал, чтобы увидеть другие прохождения по другим играм. Так что до встречи. Увидимся в новых роликах.